Здравствуйте, ребята! Многие любят читать сказки. Среди сказочного мира, наполненного удивительными и невероятными существами, большую популярность приобрели единороги. В современной культуре единорог считается мифическим существом. Он несет в себе белую магию и волшебство, олицетворяет чистоту. Фантастического персонажа изображают в виде белого коня с длинным рогом во лбу. Его можно увидеть в творчестве писателей, художников, в фильмах. Считается, что единорог приносит удачу и исполняет желания. И сегодня мы попробуем сделать с вами вот такого красочного единорога. Для этого нам понадобится цветная бумага, картон, втулка из-под бумажного полотенца, ломастеры, нож или острые ножницы, палочки из-под мороженого, вот такие для мороженого, карандаш, линейка и бумага, вот такая металлизированная. Итак, приступим. Берем вот такую втулку, разрезаем ее пополам. Вот у меня уже есть такие заготовочки, это 9 сантиметров, например. Вот я разрезала, получается 9 сантиметров. Можно отрезать. Так. Берем бумагу, голубую, розовую, можно взять белую. Меряем 9 сантиметров. Вот так. Аккуратненько, да. Разрезаем. Вот так правильно проводим ровненько черту. Делим, значит, и разрезаем ее. И обклеиваем аккуратно вот такую втулку бумагой. Вот здесь я уже обклеивала. Вот здесь у меня, видите, я специально сделала, чтобы вам показать, потом, куда вставляются ножки козерога. Вот так вот, да. Я уже обклеила. Берем картон. Рисуем вот такую голову. Можно взять из интернета. Я нарисовала такому с рогом голову. Также обклеиваем вот так, розовой бумажкой. Рог можно не обклеивать розовой бумагой. Мы его сделаем блестящим. Голову мы нарисовали. Рисуем теперь остальные детали. Вот такой рог. Вот такие детальки нам понадобятся на гриву. Вот такие детали. Четыре детали по две штуки. Вот, а это у нас будет как бы челка на лбу. И начинаем приклеивать наши детальки. Берем рог. Приклеиваем. Вот сюда. Вот так. И с обратной стороны приклеиваем. Получаем такой рог. Так, теперь мы берем наши такие вот детали и приклеиваем. Вот сюда. Вот так. Чуть-чуть понише можно. Вот так. И с обратной стороны получаем, видите, так. Приклеиваем с обратной стороны. Вот так. Теперь вот эти капельки мы приклеим. Вот сюда. Это будет у него такая щелочка. Так. И вот сюда. Вот так у нас получается, да? Нарисуем фломастерами глазки. Собным фломастером. Здесь мой носик нарисуем вот так. И с обратной стороны. Рисуем носик. Вот голова у нас газирога готова. Теперь мы сделаем хвостик. Вырезаем также вот такой хвостик из бумаги. Вот. Это у нас будет шаблончик. И приклеиваем с обратной стороны. Вот с этой стороны и с обратной стороны. Вот такие полосочки. Можно приклеить три полоски. Я приклеила две. Вырезаете, чтобы вам легче было вырезать вот по этой форме. И делайте меньше чуть-чуть, поуже. Получаем такой хвостик. Вот. Хвост готов у нас. Теперь приступаем к втулке. Здесь мы отмеряем полтора сантиметра. Вот так вот. Вот так вот где-то. И здесь полтора сантиметра. Вот здесь. И вот от этой линии по полтора сантиметра получаем. Да. И здесь так же, чтобы у вас ровно стояли ножки. Теперь я ножом вот делаю такие разрезики. Можно сделать их ножницами. Да. Вот так вот. Аккуратно. Здесь у меня уже не аккуратно пошло. Так. Вот такие разрезы. Это можно попросить родителей, чтобы они вам сделали. С острыми предметами надо работать. Нужно аккуратно. Чтобы не пораниться. Вставляем вот сюда. Вот такие палочки берем. Немножко мы их вот так. Чтобы они не были длинными. Отрежем. Так вот. Смотрите. Так вот. Четыре палочки у нас понадобятся. Можно попросить родителей, чтобы они вам помогли. И вставляем вот эти палочки в разрезики. Вот смотрите. Вот эти разрезы. Вот так. Это у нас будут ноги. Кольерога. Вот здесь еще старые. Так. Чтобы они были ровные. Смотрите. Так. Теперь. Теперь вот здесь мы найдем серединку. И будем делать вот здесь разрез для хвостика. Но приблизительно вот где-то вот так. Смотрите. Вот серединка. Сюда ставим хвостик в разрезик. Вот. Смотрите. Уже у нас хвостик есть. Также берем мы голову козерога. И вот мы вот так. Где-то вот здесь разрез. Да? Приблизительно. Вот так вот. Потом нужно подрезать, если что-то у нас меньше получится. Вставляем в голову. Так. Видите, я мало разрезала. Сейчас мы сделаем побольше разрезик. Вот так получается у нас козерог на плиток. Видите, быстро мы сделали с вами козерога. Сейчас мы вот так немножко раздемем. Не будет ровно стоять у нас козерога. Вот такой козерог у нас получился. Спасибо за участие. Виа. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...